а вот мы в центре киева в пассаже никогда не замечали а сейчас на наверно выросли смотрите какие вот кто киевлянин да замечали вы такие колонны красивые вот сколько мы гуляли я нет а вот еще смотрите сейчас арочку какая красивая да сейчас еще увеличу пассаж называется у нас пассаж это вот наш крещатик и майдан незалежности пойдете на лево будет метро крещатик направо майдан незалежности все это центр и здесь мы сегодня просто вышли погулять пока нет тревоги ну утром уже было в 4 40 уже я проснулась я хочу сказать про крещатик ты любишь крещатик да очень я люблю я не смотря на все это смотря на то что наташу ждала пыталась сесть и как бы на лавочку кто-то и такой человек который разговаривает сам собой возле меня всегда либо тех кто курит ну короче наташа выходила с эскалатора уже практически практически заехали доехали до верху я кэш моня вонючая пьяная решила спуститься вниз по эскалатору я даже момент знаешь только запах почувствовала гамбры и вот это все уже значит этих полицейские бегут уже остановили этот аскадрят да ёппер на тебя и начала выхожу вижу ромашку и смеюсь на это все это подошло и что это значит что все и любят крещатик и мы и люди которые любят алкогольные напитки больше чем крещатик по моему сейчас сейчас пойдем прогуляемся и покажем вот куда мы сейчас гуляем не совсем сюда мы шли ну вот сколько флажков сколько погибших ребят за украину азов есть азербайджан вот это конечно же еще малая толика к сожалению вот мы пришли этого львенка узнаете помните показывали вам в кракове коллекцию одежды марии примаченко а вот здесь ее картины так классно приехали в киев и здесь выставка марии примаченко сейчас пойдем посмотрим ну человек интересно фантазировал все-таки расскажи что это называется украинский день да тут меня принимали в пионеры чего меня вряд ли не помню тебя-то тут в пионеры не принимали никого а вот наш киев там стадион динамо вот мы уже внутри тоже покупает билеты наташа покажи что ты купила ой да вы какие гарни ага 100 гривен 100 гривен билет стоит а вот тут написано 100 гривен полный пильговый 50 еще экскурсия может быть а еще покажи что у тебя есть ты взяла что-то давай поднимемся я сама еще не бачила все про выставку сама давай побачиваем организатор украинский дим национальный центр так и все вот так дует у вас наверно тоже это вот тут написано смотри как она рисует почему она мы рисую что она рисует а ну всякие прикольные такие остановись на каких-то моментах можно потом будет не можно но это наше украинский муви ничего не много наших подписчиков скорее всего не поймет так что идем вперед будем все показывать ну вот мы на ступеньки поднялись интересное и выражение чтобы люди жилы я квиты цвелы чтобы люди жили как цветут цветы и еще б желательно не гадили такой у нас называется сейчас будинок украинский украинский дим украинский дом называется ну все идем сейчас посмотрим что наша великая художница рисовала мы тут интересная про марии примаченко что мы знаем что она она рисовала левой а вообще была правшой что у нее на картинах нет зимы а только весна и лето а еще что она хотела разрисовать все будинки в киеве и написано что за дыма мы творили цвилы не лишился дамы киеве все все дома в киеве хотела разрисовать с другими художниками будем сейчас в залы и еще мария страдала на полеме элит но это ее не сломило она была сильной женщиной и рисовала интересные фантазии которые цели и приходили просто голову это круто вообще быть такой интересной не знал просто яркий как краски классно уйдем к львенка своим посмотрим не знаю кто картины не любит ну блин тут ярко я не являюсь крутым любителем картин до сих пор вспоминаю как наташа меня затащила сингапуре посмотреть манэ манэ и ренессанса но такие картины мне очень нравятся называется морская волна словила рыбу прикольно написано этот дверь в два шара зубы мая в два ряда у него зубы но ничего не понимает потому что мозгов у него нет бок лепки в него немая вот такая наша чудовая украинская мова вообще конечно но и не знаю но тут такие это змеи горыночка тиборошку пришел а это зеленый змеи пляжка наливая она наливает бутылки дураков загоняет могилу ну классно объяснение все это вообще ну главное яркие цвета это краб очень очень ярко цветы но вообще цветы у нее тоже такие классные красиво было бы наверное их на вышиванке сделать очень красиво очень много людей это радует что они приходят ну давайте ребят посмотрим на самые такие наверное популярные то львята тигрята вот они красавчики что же они означают это медведь зимой лапу сосет а а летом мед несет прикольно выдра есть это вот выдра получается вот это вот называется дыка красавица с кобраю гуляется дикая красавица гуляет с коброй это кобра таки да все интересно а это старый лев негодный негодный непонятно что имелось ввиду негодный или ну негодный как непослушный еще есть у нас такое слово красота какая ну слушайте как вам вот интересно ваше мнение услышать о нашей украинской художнице марии примаченко а я смотрю очень многое со змеями у него связано вот лёвик с гадючкой играется балуется называется и обезьянка красавица мафочка красавица ну не знаю отца а тэш мафочка вырастила гребку тысячу килограмм мафочка ничего так так вот она а это редко а тут тут у нас конек горбунок весь свет весь мир облетает и счастье радости желает мира и солнцу прикольно конечно такие краски вообще просто фантазии у марии была в порядке класс а помните кстати промахирую историю которую мы раскрывали в абу-даби там такая страшная история была оставлю видео описание пересмотрите видео это правдивая страшная история из эмиратов вот кукурузный конёк-горбунок кукурузный ну прикольно просто зависаешь и смотришь потому что еще прикольные надписи все и сами картины конечно вот стоишь и рассматриваешь просто есть что посмотреть честно и не потому что украинская художница но мне как-то интереснее эти картины пушта в мане мане и ренессансе и вообще нихрена не поняла вы уж меня извините какая красавица выдра показывала уже да вот обошли этот зал еще зал есть наверно пойдем еще зал посмотрим с вами вот мужа во второй зал пришли тоже тут прикольные яркие картинки картины украинский прикордонник тут и твой на горе в огонь горить а в долине про вашу мыть а в титров и козак да тут козак лежит красиво ну яркие просто вообще картинки перевода на украины очень странно очень много кстати иностранцев тоже здесь нету перевода да странно ну если ко мне подойдут конечно я буду переводить а это дарую дорогие армии украинскую полянецю а помните у нас видео про полянецю было выходила катюша 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 кормит карпов походу вот так вот интересная да такая картинка ну вот немножко махиру даже напоминает девочка жито жала и ваню ждала ну и вы же и выжила три колосочки мне такой серп я бы не подошла бы к месту честно ну так такие есть картины а ее покушать его вас и лезда и засыпал ну ну вот чернобыльский краб мы знали что про чернобыль тоже есть каждого украинца за сердце дерет шкрябает такая картина здесь интересная атомная весна такие картины иногда конечно страшноватые ну вот давайте посмотрим вот нравится как мина нарисована цвета потрясающе особенно мне нравится еще вот такие животные которые были в фантазиях море очень крутые вот эта картина прикольная тема тут написано сидит козлик на пенечке играя на скрипке а коза пошла в поля и другого нашла вот так вот здесь чернобыльский блок такой интересно видно бутылочка 40 грамм конвертик с деньгами и написано пришел медведь к волку дай мне справку чернобыля шо я був что я был в четвертом четвертом блоке вот так вот как она все покупала сделалась мария всего писала уже вышли из второго зала тут картина прикольная ну все знаю да не все галя воду коромысло гнеться смотри какая прикольная галя это вот надпись которую вам показали уже вот и дальше про марии очень много всего на самом деле очень трагическая судьба и муж войну погиб так и не видел сына и родного брата расстреляли и ее или его ее родного брата расстреляли ну то есть вообще как бы да попало село под оккупацию потом ее село попало под когда вот чернобыль тоже они там были в самой зоне для отселения все ну потому что очень близко к зоне были но она не уехала по мне не уехали со своей семьей не уехали вот человек вот был таким преданным своей родине и и рисовал такие я не знаю как бы фантастические картины я хотела бы так рисовать наверное самые прикольные картины такие яркие животные нет зимы блин классно молодец как она подписывала именно их суть да вот она видела в людях и зло и добро но она тянулась конечно к добру и хотела чтобы очень добрый человек внутренний добрый был вот видно сразу просто опасно она мне очень понравился если ты сняла картину так он по моему там ну птица значит там спокойной ночи всем хорошим людям нет очень понравилось это я тоже желаю были хорошим людям они все нас поддержки все хорошие всегда так что всем спасибо всем добро где все хорошие люди еще с нами вот мария примаченко восьмидесятый год вот сейчас покажем как мы заболе и эти картины располагались вообще да и все люди ходили смотрели вот они все которые мы с вами там посмотрели вот они тут ну возможно не все возможно чего-то не отсолнухи точно были возможно что то есть вот это же частная коллекция только 100 картин вот мария она какого 9 до на 1909 года вот красивая украинская женщина вышиваночки а вот узоры вышиваночки напоминают мне лёвиков кстати потрясающе да вообще тут называется сто творев сто работ мария примаченко пойдем ее вот вот мария очень много людей на выставке и это радует он спустили сувенирный киоск сувениры вообще-то честно стоит фиговую тучу денег кстати вот рисунки рисунки очень даже не неплохо скажем так фантазия у наших детей думаю это дети рисовали это вообще ну не фантазия в смысле как и перерисовали скажем работой марии очень даже круто вот и там еще есть фантастические твари где они обитают ну да и работаешь скажи так сувениры здесь так себе ну в польше более яркие были там футболки это просто черная футболка и льёна это восемьдесят дирхам где-то самое что и там открытка 50 гривен есть чаек кофеек это мы вниз пустились уже честно ну так ну за открытки там одна 50 гривен ну так себя честно слабенько магните вы какой там сделали было бы интересней просто знаешь я хочу сказать что надеюсь семьи семьям марии хотя бы какой-то процент это все получает ну я надеюсь я очень надеюсь вот смотри это разрисовка то что ты спрашивала как это по рисовать по этим на петровке были на подчайной видели ой смотрели эти вот левака вообще прелесть 440 скажи почему в марию не пускали зоопарк потому что боялись что она она никогда в жизни не видела ни льва живого не мав а рисовала их мавку обезьян и боялись что если она увидит и вживую то она будет их рисовать более реалистично чем вот ее именно авторский такой стиль вот так вот и зато рисовал она конечно потрясающе вот такое сегодня видео куда мы сходили с вами надеюсь вам было интересно все пишите коменты ставьте лайки надеюсь не было вам интересно а вот есть ну давай хорошо это открыто да ну наверно да она такая-то разукрашивать можно это классно вообще ну это конечно как это нужно любить это занимает время очень интересно смотрит рассказ про это и цены вот 400 гривен это как-то не делали 10 долларов да и 800 гривен где-то 890 ну смотрите в субтитрах а ну мария примаченко вот это про нее все кстати и потерялась потому что было а в документах потерялась вообще на примаченко не одну фамилия от слова происходит слова примак и должно быть ну вот так вот исторически сложилось и и просто в паспортном этом потеряли и все стало при матче то есть можно и примаченко и примаченко это вообще как не ошибка а вот тут если вот это понимаю это делают вот эти все сувениры вот если посмотреть витам кому нужно заходите есть инстаграм есть и есть я даже из гунда фейсбук посмотрите равно а вот кстати смотрите рассказывали вам про марию примаченко а вот вот живет варенье прям на вокзале стоит она та шестой сразу этого львенка увидели кстати он не первый год здесь стоит вот же он точно ну здесь все стерто да покажи все все стерлось уже но точно это сами понимаете точно львенок марии примаченко и вот моя любимая церковь георгия победоносца хамон лошадка еще есть вообще здесь очень классно и когда нет тревог можно выйти и насладиться жизнью